наш эфир продолжает программа путешествие в новую реальность татьяна имена кирну здравствуйте татьяна здравствуйте но исходя из нашего предварительного разговора похоже путешествие будет не в новую реальность а в старую реальность как вы сказали которая определяет нашу новую реальность один из известных авторов что история учит только тому что она ничему не учит к сожалению но тем не менее все-таки есть какие-то группы людей которые обращаются к истории и находят в ней параллели сегодняшней реальности и вы знаете это дает возможность предсказывать что же произойдет дальше потому что она история ходит по кругу обычно и то что происходило там тысячи лет назад и там 500 лет назад сегодня тоже повторяется только но будем так говорить на более высоком техническом уровне вы знаете вот я как раз на эту тему написала статью ван дея где сравнила три революции чарльза первого революцию которую казнили там французскую российскую революцию то что происходит сейчас в америке и вот именно поэтому я все время обращаюсь к истории для того чтобы понять что нам грозит потому как все уже там произошло надо смотреть назад что понять что чего опасаться впереди и вот тут как раз я на прошлом своем выступлении говорила что нас учили безобразно университета когда мы в советском союзе учились то есть все было сверх головы на ноги перевернута мы были лишены информации мы были лишены доступа к нормальной информации до такой степени что вот я училась на философском факультете моя подруга такая была женщина философ последние последствия очень известная тани горечева она имела неосторожность она свободно владела немецким имела неосторожность заказывать библиотеки гегеля в подлиннике на нее тут же донесли библиотекаря библиотека доносила в университет уже на первом курсе пришло как бы ее допрашивать к чему это все говорю что узнать что происходило когда мы учились было невозможно но что самое смешное что вы понимаете что я уже девушка бабушкинского возраста но я при этом все время до сегодняшнего дня какие-то невероятные открытия делаю но не только я как выясняется миллионы людей делают открытие с такими историками как салонин там зайдл и я уже не говорю про виктора суворова про то что мы всю жизнь учили о вероятном нападении например германии на ссср что это был просто собачий привет и более того я человек водивший экскурсии по ленинграду и знающий музей блокады и убивавший на пискаревском кладбище тысячу раз где похоронены были жертвы блокадой говорила блокаде бесконечно много и так далее я вдруг выясняю что блокады то и не было как выяснилось понимаете то есть реально из города можно было и вывозить людей и завозить продукты просто вот эта тема мы еще обсудим потому что эта тема отношения сталина к ленинграду страшная абсолютно такая же как тема отношения ивана грозного к новгороду вот одно что меня больше всего поразило что когда я упомянула что сталин был одним из архитекторов практически был одним из архитекторов если я не единственным настоящим после этого слова во второй мировой войны то на меня набросились разные комментаторы типа докажите покажите вот и для того чтобы не повторяться я хочу просто людей ознакомить с одной книгой вы знаете я была совершенно невероятно счастлива найти эту книгу на каком-то развале эта книга называлась фитч из ченч до дуал речи изменивший мир и вот в эту книгу входило очень много интересных речей и я была так ее потрясена но самое главное что я написала эту статью в 2017 году об этой книге и о той речи которую я там нашла вы знаете дело в том что потрясение от этой речи вот заставила меня написать статью с которой я хотела вас с вами поделиться именно потому что комментарии к моему прежнему выступлению требовали доказательств того что сталин мне не поверили требовали доказательств того что сталин начал эту войну и вот я хочу чтобы вы вместе со мной еще раз перечитали мою статью которая называлась речи изменивший мир напечатана она была в июне 6 июня 2017 года эпиграфов эпиграфом к этой статье цитата из лорда эктона одна из самых известных его цитат власть развращает абсолютная власть развращает абсолютно и вот это очень важный момент потому что мы имеем имели дело во время войны с двумя совершенно сумасшедшими маньяками которые которые в общем то отправили на смерть десятки миллионов невинных людей и вот сейчас я начинаю эту статью на глянцевой обложке размытый портрет черчилля книга speeches what change the world уникальная подборка выступлений речей проповеди ставших поворотными точками человеческой истории от синайского откровения и десяти заповеди всевышнего начала иудейско-христианской цивилизации до вызова рейгана мистер горбачёв тир down this wall ерехонской трубой разрушившего стены лагеря социализма в европе от обращения авраама линкольна в геттисберге на месте решающей битвы гражданской войны до вдохновенного призыва джона кеннеди не спрашивай что твоя страна может для тебя сделать вот речь королевы елизаветы перед английскими восками в тильбере британия разгромив непобедимую испанскую армаду превратилась в владычи сумарей и пустила испанию под откос как морскую и колониальную державу вот речь ганди направившая индию на путь независимости рядом незнакомое мне выступление выступление сталина перед перед политбюро от 19 августа 1939 года за четыре дня до подписания пакта молотова риббентропа и опубликованные впервые только в 1990 году 91 году что он там такого сказал чего я не знала и что так изменила мир наверное для меня было бы лучше если я это выступление не читала я услышала голос сосок сбрызнутый грузинским акцентом мир или война этот вопрос вступает в критическую фразу фазу его решение целиком и полностью зависит от позиции который займет советский союз мы совершенно убеждены что если мы заключим договор о союзе с францией великобритании германия будет вынуждена отказаться от польши и начать моду свивенди с западными державами таким образом войны удастся избежать а также последующее развитие событий примет опасный для нас характер то есть сталин говорит здесь что если они им был предложен договор стали нас с францией великобритании против гитлера но если договор будет заключен то германия откажется от польши и и должна будет это сказать остаться в мире западными державами таким образом войны удастся избежать сталин этого не хотел продолжаю слова сталина читаю речь сталина с другой стороны если мы примем известное вам предложение германия заключение с ней пакта не нападение она несомненно нападет на польшу и тогда вступление англии франции в эту войну станет неизбежным люди моего послеваленного поколения выросли на рассказах о том как чудом выжили их родители после той войны это было отправной точкой нашего самосоздания что рождение наше чудо чудом выдавшие родители чудом вы родившиеся дети моя тетя спаслась ребенка в блокаду потому что ее муж приволок с ленинградского фронта убитую снарядом лошадь он ее замороженную они ее замороженную и ели зимой 42 года потом она рассказывала как они радовались что моя мама с бабушкой уехали в сталинград и что не надо было с ними этой кониной делиться друг семьи хирург говорил что у трупов мимо которых он проходил госпиталь были вырезаны мягкие части многие блокадные дневники засекречены до сих пор цитирую сталина и так наш выбор ясен мы должны принять немецкое предложение а английской французской делегации предложившим союз против гитлера ответить вежливым отказом и отправить их домой нетрудно предвидеть выгоду которую мы извлечем действия подобным образом для нас очевидно что польша будет разгромлена прежде чем англии франции смогут прийти на помощь в этом случае германия передаст нам часть польши вплоть до подступов к варшаве включая украинскую галицию сталин в сталинграде моя мать при обстреле пошла товаривать карточки увидела немецких мотоциклистов и вернулась на завод главный инженер собрал всех золотые часы и отдал паромщику чтобы вагон с инженерно-техническим составом под бомбами на паром завез они до середины волги добрались а на то место откуда паром только что отплыл начали садиться немецкие парашютисты в красноярске станки прямо на свет ставить на снег ставили и оружие точили шесть утра подлазь собак на работах сначала днали заключенных а потом остальных за всю войну у матери был один выходной купила 100 граммов масла на рынке сходила в кино масло в кино украли цитирую сталина в интересах ссср родины трудящихся чтобы война разразилась между рейхом и капиталистическим англо-французским блоком нужно сделать все чтобы эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон именно по этой причине мы должны согласиться на заключение пакта предложено германии и работать на том чтобы эта война объявленной однажды продлилось максимальное количество времени сорок пятом забирали в армии уже 16 летних моя учительница математики тихо плакала что родись единственный и сыночек на месяц позже его не убили бы ему в апреле 16 лет исполнилось сразу пришли из военкомата а в мае его уже убили васили гроссман весь мир виноват перед матерью у которой убили сына сколько таких матерей по советскому союзу рыдала и тихо плакала по убитым сыновьям до самой смерти английская цитата when sorrow of the loss of a child enters a woman's heart it lives only with the last breath сталин германия представит нам полную свободу действий в трех странах прибалтики она не будет препятствовать возвращению россии бессарабии она будет готова вступить нам в качестве зона влияния румынию болгарию и венгрию остается открытым вопроса югославии поезда с возвращавшимися с фронта солдатами на каждой станции встречали толпы женщин сходи есть дом хозяйство в деревне всех мужчин поубивала на руках носить будем соотношение мужчин и женщин после войны было один к шести вот вы видели эту фотографию которую я показала это танцы после войны где практически все молодые безумно красивые девушки одиноки танцуют друг с другом нет мужчин некому не за кого замуж было выходить неудивительно соотношение погибших немцев погиб вот посмотрите на эту фотографию вы видите безумно красивые молодые женщины танцуют друг с другом соотношение один к шести да даже этот один либо он сидел в лагере либо он в оккупационных войсках был то есть женщины были одиноки и тянули на себе страшную разруху поднятия страны абсолютно разрушены вот на плечах этих молодых красивых женщин произошло неудивительно соотношение погибших немцев к погибшим советским солдатам было один к семи не знаю произносил ли жуков приписываемого слова людей не жалеть бабы еще нарожают но заваливать врага трупами восхвалялась как героизм а прославленный главный герой александр матросов подвиг которого 200 раз повторялся вместе вместе мешка с песком упал грудью на амбразуру в семье моей свекрови погибло 15 человек в городе где родилась моя мать и знаменитый писатель василий гроссман расстреляли 30 тысяч евреев расстрел евреев происходил в каждом городе белоруссии украины немедленно после оккупации немцами гибель мирного населения в оккупации исчисляют семью миллионами цифр никто проверить не может данные по ленинградской блокаде до сих пор не точны миллионом больше миллиона меньше это в нацистских лагерях велась аккуратная статистика 6 миллионов советских солдат и офицеров попали в немецкий плен 3 3 десятых миллиона в немецком плену по данным западных историков 3 8 десятых миллиона погибли пленных англичан американцев навещал красный крест они получали продуктовые посылки советские воинопленные своим правительством были объявлены дезертирами и предателями приказ наркома обороны номер 276 от 16 августа 41 года объявлял советских воинов находившихся в руках врага злостными дезертирами изменниками родины в нем особенно внимание обращают на себя слова об уничтожении пленных всеми средствами как наземными так и воздушными а семьи пленных красноармейцев лишались государства пособие помощи генералы попавшие в плен заочно приговаривались к расстрелу а их жены и родители привлекались к уголовной ответственности и ссылались в отдаленной местности ссср на огромных пространствах окруженных колючей проволокой у советских военнопленных брошенных прямо на голую землю был выбор или идти в армии власова или питаться трупами многие из выживших на тяжелых работах невецком плену по возвращении были отправлены в советские лагеря где были добиты голодом и непосильным трудом на морозе зачем сталину была нужна война увы ему нужно было много больше чем просто польша прибалтийские страны влияние в румынии венгрии болгарии и югославии предоставим слово самому сталину опыт 20 последних лет показывает что в мирное время невозможно иметь в европе коммунистическое движение сильно до такой степени чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны мы сделаем свой выбор и он ясен значит мало польши прибалтийских стран влияние в румынии венгрии болгарии и югославии война нужно чтобы создать диктатуру большевистской партии и захватить вас во всей европе естественно что диктатором будет он еще раз послушать его самого точнее инструкции посланы им к минтерну сразу после заключения пакта с гитлером 23 августа 39 года сталин установление советского строя во всех капиталистических странах посредством мировой революции остается основной целью внешней политики ссср европейская война который капиталистические страны ведут по своим собственным мотивам создает уникальные благоприятные обстоятельства и условия для возникновения мировой революции мы пришли к нашей цели внимание всеобщая война без ответственности за нее глазах мира и без участия в ней и вот это инструкции сталина комментировал конечно ему было нужно больше чем польша больше чем прибалтийские страны больше чем влияние румынии венгрии болгарии и югославии установление советского строя посредством мировой революции по всему миру ему нужна была власть над всем миром он хотел быть диктатором земного шара вы помните эту знаменитую сцену чаплина который изображает гитлера державшего земной шар фильм чаплина державшего земной шар в руках вы знаете проблема то вся в том что надо было сталина изображать они гитлера они оба хотели того же самого но гитлер по поменьше был немножко и того сталин судя по его словам сознательно заключает пакт с гитлером понимая что это приведет к войне в европе мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем ему нужна война чтобы большевистская партия смогла захватить власть ему нужна мировая революция он заключает с гитлером пакт и поделив с ним польшу забрав прибалтику с бессарабия отпускает его воевать с францией и англией думаю что гитлер будет ему каштана из огня таскать обескровливая европу и подготавливая ее для сталинского вторжения но вышла ошибка гитлер оказался таким же кровавым и не менее сумасшедшим мега маньяком чем сам сталин он тоже хотел захватить мир страдая манией величия внушенной ему идолопоклонством находившегося в коллективном безумии немецкого народа дезориентированной легкой победы над францией и мелкими европейскими странами гитлер переоценил мощь своей армии и недооценил уникальной способность советской армии завалить ее трупами наше рождение действительно было чудом чудом выживание вы же чудом выживание наших родителей в кровавой месторубке которая смолола десятки миллионов людей национал социализм в германии ничем не отличался от интернат от интернационального социализма в ссср который в конце жизни сталина прославлявшего и захваливавший великий русский народ стал в отличие от немецкого русским национал социализмом даже сталинский холокаст был уже на колесах феврале 1953 года евреев ленинграде начали увольнять с работы сначала беспартийных потом руководящий состав моя мать как член партии инженера мать-одиночка была уволена последней газетах началась такая травля евреев отдела врачей и экономических преступлений что по улице невозможно было пройти у газетных стендов стоял народ и прокаленал евреев которые якобы умерщвляли русских во всех больницах и всех обворовывали погромная толпа лишь только ждала сигнала которым должны были стать приговор и повешение евреев врачей на красной площади товарные составы стояли на вокзалах на допущены не допущены на работу евреи в ленинграде сидели дома и молча выли от страха через три дня после смерти сталина их пустили обратно почему же голос сосок со страниц сборника речи изменивший мир так парализовал почему вдруг оказалось что мир кошмаров набросившись у меня в послевоенном детстве увиденные услышаны от родственников муки голода представители власти отказывающиеся эвакуировать семью потому что кто-то уже с голоду не встает все равно помрет отрезаны в попиха в госпиталях раненые руки и ноги лица изуродованы осколками так что люди ходили в масках чтобы не пугать остальных вечно катящиеся под ноги на улице на сделанных из самоката тачках отталкивающиеся утюгами озлоблены инвалиды обрубки стирка в корыте спасшая подругу мама выдали за домработницу от расстрела вместе с другими евреями единственный на целый класс единственный на целый класс школе отец вернувшийся с войны плач бабушки и тетки о погибших все это было лишь прикрытие от прикрытия без от безграничной пупохоти власти кровавого шута которому служливые портные шили форму генерализисмуса он получил что хотел всеобщая война без ответственности нее в глазах мира вот это очень важный момент потому что по сегодняшний день на сталина никто ответственность за вторую мировую войну не вешает даже американцы он надеялся в ней не участвовать еще ужаснее другое дети мои гордятся фотографии дедушки рядом с маршалом жукова в берлине все сознание поколения после войны было воспитано на сознании правоты страны неверные жертвы вероломного нападения германии на гордости победой мы за ценой не постоим на песнях о войне нас оставалось только трое на фильмах о войне на книгах о войне война была единственным общим знаменателем уравнивавшим партийного функционера с диссидентом в этой гордости победный они понимали друг друга у них в глазах блестели отцовские медали как объяснить погибшим что все это был просто кровавый спектакль затеянный сумасшедшим режиссером где он заставил актеров реально умирать театр военных действий в прямом смысле слова театр пошедший наперекор наперекосяк авантюра помешавшийся от власти безнаказанности дешевизны отданных жертвам у человеческих жизней провинциального садиста сгубившего в придачу собственной женой сына слишком нормально сетовать что сегодня как декорации в сюрреалистическом фарсе появились опять портреты сталина и статуи сталина на улицах россии что авторы статей в книгах и журналах жалуются что сталинское правосудие было слишком мягким и гуманным поскольку сдавшихся в плен и бывших на оккупированных территориях чрезмерно быстро выпустили из лагерей наверное как и стали в начале войны хотел надо было их расстрелять в день победы я заехала с бутылкой водки и букетом поздравить единственную из всех родственников оставшихся в живых 94-летнего ветерана он еще жив сегодня ему 98 он потерял на фронте руку и родная страна в благодарность сразу наградил его лагерным сроком с реабилитацией в 56 году ему повезло как ученый физик он провел 10 лет шарашки в крестах хуже пришлось его беременной во время ареста жене до конца жизни не забывший как друзья заметив ее жену посаженного врага народа со страху переходили на другую сторону улицы ветеран ученый есть ученый сообщил мне что сталин был действительно великим человеком изничтожить такую могучую страну как россия на протяжении всего лишь одного поколения по плечу только гению но не совсем прав ветеран не только в сталине здесь дело сталинизм как и гитлеризм были оргии массового идолопоклонства джон стейнбек описывает сталинскую россию цитата стейнбека ничего в советской жизни не может избежать сталинского взгляда в гипсе бронзе красках вышивки его портреты не только в каждом музее но в каждой комнате каждого музея его статуя марширует перед каждым зданием его бюсты перед каждым аэропортом вокзалом и автобусной станцией его бюсты в каждом школьном классе его портреты часто прямо за его бюстом он везде и он видит все невозможно провести минуты без улыбающегося задумчивого или сурового взгляда сталина тирана уравняли с богом это книга стейнбека русский журнал тоже рекомендую всем он приехал в советский союз сорок седьмом году а вот фотография которая вам показывала эта фотография очень известна работа фотографа роберта капа который снял советском союзе безумно много интересных фотографий ни для кого не секрет что рабы сами создают тирана а совсем не тиран создает рабов как родители позволяя ребенку все оставляя его за все без наказа и непрерывно восхваляя делают его сумасшедшим так тирана создает ослепший выдал поклонстве народ когда тирана уравнивают с богом он платит народу заслуженным массовым садизмом бессмысленными войнами и многомиллионными казнями вот в сборнике речи изменивший мир в самом первом отрыв отрывки синайское откровение звучит заповедь я господь бог твой да не будет у тебя других на богов пред лицом моим сотворение идолов и вудаизме христианстве считается страшным грехом что касается погибших или умерших уже ветеранов наверное счастье что речи сталина перед перед поливбюро они не читали как его конструкции комментарии и уже поздно им объяснять за что они сражались или зато не сражались или не зато просто историю нужно выверять торой и библией потому что все повторяется в россии поют песни про путина в северной корее маршируют перед пухлым болванчиком убийцы совсем недавно истерическое было массовое поклонение обами когда он был президентом тоже песни хоры и это поклонение заставляло задуматься где в калифорнии достать конину и не пришлось бы ею с кем-то делиться вот такая статья была написана мною четыре года назад это к вопросу вот о комментариях ваших слушателей по поводу того что не поверили мне что сталин был архитектором этой войны но об этом уже сегодня написаны книги там историки разнятся так или иначе то ли он то делал или другое но то что он он сам открыто в этой речи есть два текста это его собственная речь 19 августа и его инструкции комментарии которые мгновенно по всей европе были распространены и напечатаны где он абсолютно четко заявляет что ему нужна война для восстановления советского строя во всем мире по крайней мере во всей европе и это то чего он практически добился он занял всю европу восточную европу точнее и добился татьяна давайте мы сделаем небольшой перерыв послушаем рекламное объявление после чего вернемся и продолжим если будут звонки примем звонки наших радиослушателей возвращаемся в программу новая реальность статья нами накер телефон студии 847 4005 200 если у вас будут вопросы пожалуйста звоните и задавайте но пока наверное продолжим то есть наверняка есть люди которые по-прежнему оправдывают сталина я даже в комментариях по посмотрел так сказать наши youtube зрители из россии похоже не очень согласны с вами есть антисемиты которые сразу переводят тему разговора к евреям что вот и революцию опять делали евреи вокруг сталина были евреи но это такой черный антисемитизм но есть смысле действительно они вначале были вокруг сталина пока на всех не перестрелял потому что он своего восточного коварства потрясающе хитро так сказать объединил зиновьева камень его всех против троцкого а потом значит он их всех одного за другим перестрелял то есть они ровно так сказать свой срок семнадцатого по тридцать четвертый тридцать шестой год я здесь недавно читала потрясающую статью о таскать зиновьеве который кричал смерть мне там я заслуживаю смерти там и вообще все там каялись дайте до этих процессах позорных чудовищных потому что объяснили что для того чтобы не запятнать его партии надо себя загадить это конечно вы знаете наверное все это для исследования психиатра массового психоза скорее всего прекрасный материал но то что интересно что сталин конечно расправился с еврейскими лидерами революции абсолютно со всеми понимаете с другой стороны никто их и жалеть ничего никто же луки руки по локоть в крови поэтому знаете как сказала библия опять же кто кто подымет меч от него погибнет вот так что ну то о чем вы говорите это факты но ведь люди придают ему не этому некую некий иной окрас как бы вот они евреи а их целью было уничтожение русского народа вот вот ведь они как вопрос то это что под этим кроется вот в таком виде то есть да я вам хочу сказать на эту тему только словами губермана умудрился воробей изнасиловать слониху учитывая что время составляли 2 процента российского населения то это конечно сказать большая задача была они с таким же успехом уничтожили еврейские народка еврейские коммунисты потому что это не расстреливали раввинов это чудом вот это знаменитый любавический ребе спасся только благодаря заступничеству екатерины пешковой жены горького она помогла ему сказать выбраться из тюрьмы выбраться из россии надо отдать должное этой женщине вот а так бы его большевики тоже расстреляли как дороги многих других раввинов пониже качеством как московского раввина не расстреляли который кстати говоря пришел к троцкого с просьбой не помочь борьбе с погромами то сказал я вообще не еврей я коммунист и вообще пускай там громят мне наплевать на это дело на на что гениально ответил московский раввин троцкому что троцкие устраивают революцию а расплачиваются бронштейн и бронштейн это была настоящая фамилия троцкого вот так вот это это абсолютно четкое определение ситуации которая сложилась россии потому что троцкие устраивали революцию расплачивались бронштейны но это это отдельная тема к совершенно колоссальная кстати очень много на эту тему веллер написал вот потому что вот этот идеализм сумасшедший и стремление построить рай на земле что является собственно говоря тоже ересью и отвращением от единого бога но то не заплатили за это кровавую цену они погибли сами и загубили свои семьи и загубили еще миллионы людей вместе с ними понимаете а я всегда привожу в пример я всегда привожу в пример гениального султана оттаманской империи который шаматай ацви который начал ересь который захватил уже полуатаманской империи он его просто посадил тюрьму и пригрозил голову отрубить если он мусульманство не перейдет к сожалению вот с такими как троцкие всеми остальными не нашлось такого не нашлось такого султана что называется вот а то что действительно вот это трагедия вот этих ересей колоссальных которые и марксизм ведь это собственно еврейская ересь во многом вот это конечно катастрофа полная но здесь маркс вовсе не собирался уничтожать русский народ он первую очередь ненавидел еврейский народ а вот почитайте его статью статью об евреях там это то что он антисемит совершенно страшный вот но проблема вся в том что конечно антисемиты везде видят евреев я иногда такие тексты читаю что обвиняющих горбачёв евреи там дропов евреи там что они все только делали что уничтожали россию но с другой стороны понимаете если вы сегодня возьмете хотя бы истории военной техники российской то там практически любая катюша там любой миг любой самолет любая ракета это вообще всегда почти всегда там если вы начнете называть имена то это практически всегда это еврейские ученые еврейские инженеры и так далее так далее непонятно как они вообще строя российскую военную промышленность а я очень хорошо знаю вот такой был гонор инженер например начальник моей матери это люди которые практически собственно или там залсман например был такой министр танкового но он был руководитель танкового строительства всего и он первый поставил сборку танков прямо на платформах которые шли в москву прямо на ходу собирали дособирали танки он сумел доставить нужное количество танков и вот эти вопрос об антисемитизме на него все время доносили стали но все время что он такой подонок подлец нашу сталина отвечал что он дает танки дает танки в конце концов этого мужика который колоссальный у него власти вы мог расстрелять любого на месте его свели дома простого мастера на том заводе челябинской где он работал понимаете в чем все дела антисемитизм это психическое заболевание это один из способов выноса недовольства собой и своей собственной жизнью на какую-то там на кого-то там кто-то выносит там на евреев кто-то выносит там таджиков кто-то японцы выносят на корейцев или еще кого-то у каждой у каждой нации есть свой вынос у восточной европы очень часто это такой общий общий психоз это вынос на евреев но как говорится good luck я бы как раз хотел еще об одной вещи поговорить по поводу сталина это ленинградской блокаде потому что понимаете какая вещь и когда я сейчас вот я начала изучать блокаду еще когда я была экскурсовода в ленинграде в 70-е годы и вы знаете приказу сталина музей блокады был уничтожен директор был я не помню то ли расстрелян сейчас я не помню то ли его в тюрьму отправили где он погиб но во всяком случае там огромное количество материалов было которые там там сжигались экспонаты музей был разгромлен совершенно вот сталина ненависть к ленинграду была совершенно патологическая также как иван грозный ненавидел ненавидел новгород и уничтожил его реально то же самое сталин сделал практически с ленинградом ленинград каким-то чудом выжил совершенно не в том виде какому должен был быть это была роскошная богатая столица российской империи единственное место где был реальный пролетариат единственное место где какой-то какая-то была серьезная так сказать социальная жизнь партии какие-то были политические дом революции там произошла это была колыбе революции если все остановилось на февральской но к сожалению покатился переворот дальше и вы понимаете сталин чувствовал соперничество ленинграда во многих вопросах во первых там был киров и киров был его абсолютный соперник он знал что голосовала голосовали за кирова не за него он потом разобрался со всеми кто считал голоса произнеся свою фразу знаменитую что неважно кто голосует важно кто считает голоса вот и когда он убил кирова и так сказать многие историки считают что это было убийство потому что там приводят слова этого убийцы его когда его везли в общем что это типа того что его обманули там сейчас не буду все это рассказывать но ведь после этого ленинграде началась просто кровавая баня вы знаете что в ленинграде после убийства кирова расстреливали по 4000 человек в день и практически потом начали расстреливать по специальностям опять же возвращаясь с моей матери можете очень много о ней говорю но она хорошо знала историю но она мне рассказала что когда она пришла вот на этот завод большевик 1937 году она закончил проклятым этому до этого отработав три года на конвейере чтобы стать получить звание рабочий поскольку как дочь доктора она не имела права поступления в институт три года она отработала в ночную смену на конвейере поступила в институт закончила в тридцать седьмом году политехнический институт в ленинграде и вот она пришла на завод большевик вот это знаменитый завод военно-морских орудий бывший обуховский обороны и она сказала что завод был абсолютно пустой от директора до рабочих все были расстреляны вот она мне это рассказала и привела пример потому что директором такого гигантского завода производящего морские орудия был назначен устинов это был 27-летний молодой человек вообще просто только-только после институт то есть вы понимаете до какой степени там всех расстреляли что директором такого гигантского завода значили 27-летнего юнца по последствии он стал министром обороны помните дмитрий федорович устинов он стал министром обороны впоследствии вот она хорошо его знала и вы знаете к чему я это рассказываю что вот это было вот я знала в ленинграде у меня были друзья у которых вот после кировского вот этот кировский террор после кировский в ленинграде у них в один день расстреляли отца и дядю без всякого суда без ничего забрали расстреляли и таких таких семей были тысячи 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 еще раз я говорю официальная статистика 4000 человек день расстреливали ленинграде без суда и следствия после убийства кирова значит а после этого в ленинграде начинается там еще одна волна террора тех кого не добавили в террор двадцатого годов по по происхождению по профессиям почему угодно последние так сказать это были философы ленин то выслал двадцать втором году вы помните что ленин всех философов из петербурга выслал оттуда ушел пароход знаменитый философский 100 человек самых лучших умов россии но если кто-то несчастный еще остался то сорок первом году был прошлись расстрелом по философу я просто так хорошо знаю потому что мемориальная доска там у нас висела по поводу этих таскать невинно погибших людей но в принципе сталин вычистил абсолютно всю философию когда пришла на философский факультет там учиться было не у кого вот так что я могу сказать что к вопросу о блокаде совершенно не так сказать не смехотворный вопрос потому что по сегодняшний день вообще вдруг схватились вообще ребята какая блокада значит работал кировский завод работали все заводы они производили оружие рабочим выдавали карточки продуктовые чтобы они могли стоять у станков эти оружие эти танки даже кировский завод выпускал это все отправлялась на фронт какая ребята блокада о чем вы говорите если бы от могли отправлять оружие на фронт как как-то его перевозили ведь понимаете и значит могли и в обратную сторону вести продукты сталин запретил в первую блокадную зиму эвакуацию то есть он не хотел оставлять город противнику но при этом продукты из города все были вывезены я возвращаюсь опять же к вопросу но тут уже не сталин а это жданов жданов глава так сказать тот момент ленинграда он слал стали на телеграммы что подонок микоян он поворачивает те составы ведь советский союз до вторжения немецких войск он же кормил германию он отправлял туда составы с продуктами с ценными металлами и вот подлец микоян по мнению жданова эти составы разворачивает и гонит на ленинград и он говорит зачем нам эти продукты нужны у нас продуктов на три года хватит в ленинграде в тот момент продукта было на три дня но у него все в порядке было с продуктами у него кондитер работал который пирожные пек а люди там мать мясо у одного ребенка кормила другого выжившего понимаете такая была ситуация я помню очень хорошо я вела экскурсию около марсово поля и я там за эти такая девочка дурочка экскурсоводка вот меня научили я говорю там музы не молчали в ленинграде там работал театр комедии там чего-то такое и вдруг значит водитель пожилой который около которой я сидела с микрофоном он так поворачивается ко мне и говорит девушка что вы несете в ленинграде на рынке студень из человечина 400 рублей килограмм стоил отвернулся перестал со мной разговаривать вы знаете я это запомнила на всю жизнь вот это к вопросу о пропаганде и реальности блокады вот и я вам хочу сказать что я очень часто бывала на пискаревском кладбище экскурсия по ленинграду заканчивалась на пискаревском кладбище и там я встречала людей которые ко мне подходили говорили мы ленинградцы но стали нас выслал значит что произошло я вам объясню дело в том что когда началась война существовала так называемая эвакуация если вы нас эвакуировали то ваша площадь бронировалась если вы уезжали с заводом это так сказать это была как командировка и сталин со всех этих людей включая мою мать снял бронь то есть они так у них просто отобрали площадь ленинграде вот это только в советском союзе такие вещи могут быть людей послали на работу а их квартиру забрали вот и все и хочешь не хочешь оставайся в перми в красноярске моя мать а в красноярске в этом самом в кемеров но кузнецке то есть он реально вычищал ленинград население слой населения слоем населения за слоем населения он ненавидел этот город и хотел его уничтожить и плевать ему было что там люди люди вымирали сотнями тысяч более того он все время как грозный в новгороде видел вольницу он все время видел что там что-то такое вот против него замышляется его соперники там находится а я уже давно поняла что тираны подобного рода они больше боятся конкуренции среди своих среди своих будем так говорить единомышленников чем врагов настоящих так вот так же как он ненавидел троцкого там каменя вазинове бухарина рыкова и всех остальных он уничтожил всю конкуренцию свою возможную абсолютно все кто мог хоть как-то с ними конкурировать вот и вы знаете он видел в ленинграде вот эту вольницу и вдруг после войны вот кузнецов был секретарь ленинградской партийной организации который что-то пытался сделать чтобы спасти население он что-то сумел наладить он что-то такое сделал и вот вы можете себе представить что после войны его расстреливают всех кто был вокруг него расстреливают а всю семью его и семьи всех кого он расстрелял отправляют в сибирь вообще не как жены врагов народа там и так далее так далее то есть понимаете как вам сказать сегодня вообще это все совершенно смотрится как какая-то совершенно кровавое безумие и вы знаете вот возвращаясь почему надо все это изучать это возможно было только из-за рабского поведения населения который хавала все и восклавляла и восклавляла вы знаете сегодня американцы ведут себя точно так же вы понимаете ужас в том что сегодня уже наш замечательный губернатор извините за выражение говнюсом как мы его называем он уже издал указ о том чтобы детям прививки делали там с 5 лет и никто то есть ребята если бы какую-то химию которая не не проверено ничего никто ничего не знает вообще вкалывали моему ребенку я бы вышла на улицу с топором я не понимаю почему люди сидят вообще что они ждут калифорнии это штат где было 40 стало 39 миллионов населения половина сбежала у меня все знакомые ищут куда бежать из калифорнии я подруга вчера позвонила что ее дочка собирается хватать детей у нее четверо детей снять квартиру во флориде и переждать это сумасшедшее время пока ее муж будет продолжать их бизнес здесь она не хочет колоть своих детей вы понимаете еще что происходит вообще чем этот отличается от сталинского террора ну только тем что пока еще не расстреливают но зато людей лишают работы выгоняются работы и ограничивают в правах но это начало это всегда так постепенно это всегда так делается это как лягушка которая кладут холодную воду потом поджигает газ и она постепенно сваривается если в холд горячую воду бросает она выскакивает так вот сегодня американцы себя ведут как лягушка в кипящей воде просто один к одному понимаете так я искать спасибо огромное к сожалению времени больше не осталось еще раз спасибо за вашу программу и до следующей встречи рада вас видеть слышать все хорошего до свидания